Если говорить о том, как я пришла к экологичному образу жизни, то, конечно, еще в детстве моя мама всегда прививала мне любовь к окружающей среде. Говорила, что не нужно мусорить, всегда доносить фантики до урны. Когда я стала заниматься эко-деятельностью, это, конечно, сильно изменило мою жизнь. Здесь поменялся круг общения, потому что я много общаюсь с активистами, волонтерами, и, конечно, немного поменялся образ жизни в семье. Я очень благодарна своему супругу, что он не сильно сопротивлялся моей активной деятельности и сейчас очень сильно вкладывается своим временем, силами, помогать на каких-то моих мероприятиях. Я уже не говорю о просто бытовых каких-то вещах. Наша организация начала с общественных уборок, когда это было в диковинку, но в последние годы мы стали заниматься эко-просвещением, потому что это как раз работа не с последствиями, а с причинами. И большой акцент мы делаем именно на детях, на подростках. Организовываем мероприятия, открытые для ребят и для взрослых. Также у нас есть лекции, корпоративные мероприятия, праздники и онлайн-курсы. Проблема, с которой сталкивается практически любая некоммерческая организация, это финансовая устойчивость, чтобы деятельность была системная. У нас команда — это волонтеры, которые просто находят в свободное время. Мы вкладываемся в наших активистов, чтобы работать с ними постоянно, а не вот так вот разово. У нас проходит обучение, защита проектов, а потом мы уже отбираем людей в свою команду. Я думаю, что в принципе любая общественная деятельность создавалась для того, чтобы люди друг с другом общались, сотрудничали и создавали синергетический эффект. Когда они друг друга только усиливают. Мы бы хотели в будущем, конечно, чтобы это была такая экокультура, когда для наших детей эти все какие-то привычки, которые сейчас являются какими-то трендовыми и, может быть, сложными для кого-то, они были настолько разумными и обычными, как, не знаю, помыть руки перед едой. Любой человек, он тоже может вложиться в экологичную, осознанную жизнь. И здесь достаточно делать небольшие простые шаги, которые именно для тебя комфортны. И ты вот прямо сейчас их можешь внедрить, когда вот делаешь ты, член твоей семьи, коллеги, соседи. Это все вместе даст такой более сильный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok